Для преданных своему делу специалистов, журналистика не просто профессия, а образ жизни, призвание служить народу. В этот день повсеместно звучат поздравления в адрес представителей масс-медиа. Главное праздничное мероприятие состоялось в Узбекском национальном академическом драматическом театре. Поздравления в адрес наших коллег звучали и по другим адресам. Эта профессия одна из самых важных и востребованных в современном мире, не признающим информационной тишины. Сегодня их часто называют четвертой властью. Это не только красивая метафора, но и очень точная формулировка того, какую роль играют СМИ в жизни страны. Национальная журналистика. Сегодня в этой сфере особое внимание. Поскольку профессионализм, независимость и технологическая оснащенность средств массовой информации во многом определяют развитие государства, уровень демократии и свободы в обществе, а также содействуют укреплению гражданского мира и согласия. Информационным поводом номер один для всего журналистского сообщества нашей республики в этот день стало поздравление главы государства. Зачитанное советником президента Харидином Султановым. С волнением слушал его поздравления всем работникам печати и средств массовой информации. Каждое его слово тронуло, я могу сказать. Весь секс был пронизан его любовью, его отношением к журналистам. И я очень благодарен ему за это. Поставлены конкретные целевые ориентиры, как работать нам, журналистам, дальше. На что уделять особое внимание в процессе демократизации, в процессе обновления общества. Ведь сегодня, можно сказать, что мы живем в удивительное время. Во время, когда Узбекистан по-новому открывается миру. Во время, когда Узбекистан активно продвигает свои интересы на международной арене. А самое главное, когда наша страна заботится о каждом гражданине. Реформы, инициированные руководителем страны, мы уверены, будем и дальше активно продвигать. Делать все для того, чтобы журналистика Узбекистана стала еще более с активной гражданской позицией. Освещала те злободневные темы, реализацию тех документов, которые сегодня обозначены руководителем страны. Сегодня замечательный день. И вы не представляете, сколько слов благодарности хочется выразить сегодня руководителю страны. Я думаю, ни у кого в мире, ни у какой профессии нет такого куража, который есть у творческих людей. А журналистика сегодня востребована. И происходит трансформация. Вот такая, очень сегодня серьезная. Я думаю, что мы должны быть в этой мировой цепочке. Мы не должны отставаться. Мне очень понравилось то, что в поздравлении уважаемого президента отдельная роль отводилась к тому, каким сегодня должны быть СМИ во время реформы Узбекистана. Очень понравилось то, что президент сам мотивирует, стимулирует журналистов к открытости, к честности. И то, что в Узбекистане создается вот такое вот уникальное медиа-сообщество, которое должно быть в любой демократической стране. Поле деятельности современных журналистов безгранична. А возможности для свободного творчества более полной самореализации возрастают год от года. Еще одним свидетельством тому стали государственные награды, врученные по указу президента премьер-министром Абдуллу Ариповым в группе представителей СМИ. Я не могу даже выразить словами, как я тронута до слез, и что оценили мою скромную работу. Президент хорошо понимает нашу деятельность, высоко ценит, считает, что представители четвертой власти заслуживают еще большего внимания и возможностей поддержки. Вот это меня очень тронуло, что мы в таком заметном внимании сравнительно, чем в прошлые годы. Я благодарю президенту, что он уделяет очень большую вниманию журналистику. Эта награда мне дает большую ответственность еще в дальнейшем проявить новые инициативы журналистики. И это моя награда не только для меня, это моего оператора, моего монтажера, нашего коллектива в 2014. Праздничная дата в календаре для каждого работника медиасферы – хороший повод поставить новые цели. Еще хоть немного поднять план, продолжая день за днем оставаться в гуще событий, умея находить главное, подчеркивать необходимое, освещать правдиво и объективно, завоевывая доверие аудитории, превращая СМИ в средства массовых инноваций, формирующие высокие стандарты развития общества. В особой атмосфере праздничных торжеств прошли и в Средоринской области. Выступившие на мероприятии особо отметили значимость широкомасштабных работ по дальнейшему усилению роли и влияния средств массовой информации в реализации демократических реформ, укреплению их правовой материально-технической базы. В этот день никто из работников СМИ не остался без внимания. Им были вручены современные планшеты. Были награждены представители данной сферы в Андижанской области. На торжественном мероприятии работников, вневшим особый вклад в развитие средств массовой информации, вручены дипломы и памятные подарки. Стоит отметить, в области сегодня наряду с традиционными СМИ развивается и негосударственная масс-медиа – интернет-журналистика. Активно развивается сфера журналистики в Сурхандаринской области. Здесь ведут свою деятельность три телеканала, два радиоканала, одно издательство, 57 полиграфических предприятий. Особое внимание уделяется и повышению квалификации кадров. На торжественном мероприятии были объявлены имена победителей и призёров, которым были вручены дипломы и ценные подарки. Продолжение следует... Продолжение следует...